Дорогие мои друзья, здравствуйте! Ну вот опять мы гуляем в лесу. Вот, посмотрите, тут целые заросли вот этих деревьев. Я не знаю, как они называются. Может быть, ивы. Вот, мы принесли сегодня семечки для синичек, но их нет почему-то. Мам! Вот, вчера активно они у нас выпрашивали, особенно одна. Ну, может быть, я ее неправильно поняла. Может быть, она не выпрашивала семечки. Может быть, она помощь просила какую-то. Смотрите, вот это вот, наверное, больное дерево. И даже ни одно елки больные. Вот такие вот. Вот, смотрите. Либо это мох. Или это болезнь, все-таки. Там, где вот эти вот штучки, вот этот мох нарос, там нет иголок. Значит, это, наверное, все-таки заболевание елок. Елки, в общем-то, не старые, молодые, но вот уже повержены вот такому заболеванию. И вот тут их много. Ой, прям целый участок, больше я нигде не видела. Вот в этом месте очень много их. Дорогие мои друзья, слышны детские голоса. Люди с детьми гуляют. Вот, посмотрите. Вот елочки вроде ничего, но уже вот прихвачены. Ну вот теперь я и слышу синичек, чиф-чиф, опять чиф-чиф. Но, правда, близко они не прилетают. Может быть, вчера мы пошли, зашли просто поздно, поэтому народа никого не было, поэтому они так активничали. А теперь народ ходит, гуляет, поэтому они... Вот она. Видите? Друзья мои. Дорогая. А мы там кормушку насыпали. Чиф-чиф. Это неразговорчивая. Дорогуша. Друзья мои, вот они на камеру не подлетают, не садятся. Друзья мои, встретила одноклассницу. Со своими внучками она шла. Маленькие такие внучки, хорошие девочки, миленькие. Ой, приятно было, конечно. Вот это вот то, что трещит, пищит, это, наверное, скорее всего, связь пропадает, я так думаю. Так не встречаемся по много лет, а вот в лесу я уже не впервые встречаю здесь своих одноклассников. Очень приятно. Друзья мои, вот здесь вот здоровые елочки. Посмотрите, какие. Там вот они чем-то все-таки заболели. А картинка не такая насыщенная, как на самом деле. Елки такие зеленые, зеленые, такие красивые. А здесь почему-то они немного белесые. Друзья мои, а вот это вот, я не знаю, что это такое. Это брусника или это черника. Честно говорю, не знаю. Так, я не хочу по траве ходить. Пожалуй, я выйду отсюда. Что-то я сюда заперлась. Вот так вот. Все здесь есть. Посмотрите. И черника, и брусника, и пеньки, и елочки, и сосеночки. Вот тропочка куда-то ведет тоже. Не знаю, куда, не могу сказать. Ой, трава такая. Я прям удивляюсь. Посмотрите. Ну, я не помню. Я вообще многое что не помню. Посмотрите, это что такое. Вот это что такое. Что за трава, я не понимаю никак. Раньше, мне кажется, не было вот такими вот кустами. И вот так вот, вот такими вот метелками. Не было такого, я не помню. Ну, может быть, все-таки уже годы прошли, может быть. Поэтому не помню, не знаю. В общем, друзья мои, наслаждаюсь. Что-то много тут порубили. Сосен. Вроде бы сосны такие, не очень старые. Не знаю, почему их порубили. Порубали. Лучше бы елки прорежали бы, елки бы убрали. Молодые вот эти. Я понимаю, что жалко. А вот это место, где мы делали первый привал. Ну, или шли вот туда вот. Вон, видите, беседка. Да, конечно, непривычно. Я привыкла здесь зимний пейзаж видеть. А тут, видите, как вот. Ой, боже мой. Целлофан-то вот бы бросать не стоило бы. Ой, грибы. Ребята, что это за грибы? Наверное, это несъедобные поганки. Ой, а где моя мама? Ну, мы на ту сторону, конечно же, не пойдем. Мы здесь чуть-чуть отдохнем и вернемся обратно. Я сейчас выйду. В общем-то, лес не смешан, и поэтому желтизны мало. То есть, мало похоже на осень. Хотя есть вот, тут есть. Есть, да, вот похоже. Вот, посмотрите. Ой, какой, посмотрите, опять картинка темная. Снимает стабилизатор, поэтому я не виновата. Друзья мои, все с завтрашнего дня. Я уже не помню, говорила или нет, что с завтрашнего дня погода меняется. Будет уже холоднее, наверное, и дожди пойдут. В общем, здесь осень бывает жуткая. Она бывает слякотная, грязная. Никакой красоты. В общем, унылая. Унылая пора. Дорогие мои друзья, хотела бы поговорить с вами на такую тему. Для меня она очень неприятная. Но я, в общем-то, понимаю тех людей, к которым я не захожу и не отвечаю на комментарии. Это я не специально делаю, честное слово. Просто у меня не получается. Честное слово. У меня никак не получается. Потому что я приехала сюда не просто отдыхать от городской суеты, от московской. А я приехала к маме. А мама сейчас требует огромного внимания. Вот сегодня, например, целый день, вернее, ну, целое утро и часть дня она ходила практически за мной по пятам. И как ребёнок маленький клянчила, что надо пойти гулять. Понимаете? Вот тоже больной. Вот на этой стороне почему-то больные ёлки. На этой вроде... А-а-а, тоже. Тоже вот. Вот. И представьте моё состояние. Я не могу ничем заняться. Мне нужно и приготовить, и убраться. И видео всё-таки загрузить и смонтировать. А смонтировать видео у меня тоже нелегко. Потому что мы когда с мамой гуляем, то у неё есть такая привычка уйти, отстать там, или ещё что-то молча. Поэтому мне нелегко. Мне приходится всё выключать и идти её разыскивать. Понимаете? То есть, глаз да глаз, как с ребёнком. Поэтому, друзья мои, не обижайтесь, пожалуйста. Я обязательно исправлюсь. Я обязательно постараюсь найти время. А в прошлом году, позапрошлом, как только я начала вести этот канал свой на Ютубе, то, в общем-то, приходилось даже ночами не спать, выкладывая видео. Мне было это, конечно, интересно. Я себя не насилую. Но, тем не менее, вы понимаете, на творчество остаётся очень мало времени. И, конечно, я взяла, так как я взяла заимки, значит, я взяла обязательства на себя друг другу помогать. Но не всегда это выходит. Понимаете, дорогие мои друзья? Вы тоже должны войти в моё положение. И, в общем-то, вот я уже, например, поняла то, что, достигнув монетизации, не важно, каким образом, но, тем не менее, набрав тысячу, уже надо как-то... Да, мы должны друг другу помогать и рекламу смотреть, всё. Но это не должно быть обязаловкой, потому что это нереально всех посмотреть. Это просто нереально. Даже если у вас там где-то 800-900 взаимщиков, ну, вы представьте себе целый день. Я понимаю, что и вы отнимаете у себя время, чтобы посмотреть меня. И я тоже, я чем могу, чем могла, тем помогала. Вот, ну, просто мы все люди, мы должны... У нас у каждого свои дела, своё хозяйство. У мам дети. Мамы должны с детьми заниматься и не уходить с головой в Ютуб. И не чувствовать себя обязанными, понимаете? Поэтому я считаю, что претензии тут неуместны. Я как могу, стараюсь. Ну, в общем-то, вы знаете, даже, посмотрите, у меня просмотров очень мало. Я внимания уже не обращаю. Я так спокойно к этому отношусь. У меня уже уходят часы от положенных 4 тысяч. Я что-то прям как-то даже, если у меня отключат монетизацию, ну, что теперь делать? Ну, что теперь делать? Ну, что мне, убиваться, что ли, здесь? Я уже говорила на эту тему, что на Ютубе убиваться я не собираюсь. Тем более, что параллельно веду на Яндекс.Дзен канал. Ну, там как-то немножечко поактивнее у меня дела идут. Кстати говоря, одно видео про кота, рыжего кота, которое я выложила в самом своём начале ведения канала. Оно у меня там, представляете, уже 124 тысячи просмотров набрало. А видео с... Я просто смотрю, мама у меня идёт сзади или нет. Оглядываюсь. Ой, комары, комары кусаются. Комары. Ужас. Прям в голову. И, друзья мои, видео, где есть смена караула, там у меня уже 240, что ли, просмотров тысяч на Яндекс.Дзен. В Ютубе очень сложно с этими просмотрами. Это нужно пробиться, я не знаю, сквозь какую стену. Ну, я представила немножечко ситуацию одну, как одна молекула пробивается для того, чтобы потом стать жизнью. Ну, или не молекула, может быть, я неправильно назвала, не буду я озвучивать. Ой, я запнулась, друзья. Ну, так вот, вот это. А, это шиповник. Вот, видите, шиповник. Уже ягодки, конечно, их нет. Ну, вот засохшая какая-то тут, сгнившая ягодка осталась. А так вообще, вот тут, наверное, летом ягодки-то... Там люди идут, отключаются. Пробежали ребята-спортсмены. Вот молодцы какие. Прям радует. Ну, в общем, тему закрываю я. Я не люблю вообще об этом говорить. Точно так же, как об этой пандемии, о коронавирусе, который опять процветает, похоже. Посмотрите, папоротник. Впечатление, как будто мы попали в... Каменный или какой там век. Где были доисторические люди. Помню, когда я была маленькая, у нас была книга «Доисторический мальчик». Ой, как он что-то не... А, он не сохранил огонь, бедняга. И его выгнали из... Как этот назывался? Табор, не табор. В общем, из племени выгнали его. И как он выживал потом один. Ой, я помню это дело. Я помню. Здравствуйте. Ой, какие молодцы молодежь. Бегают. Или у них физкультура, непонятно. Вот, и я всегда так жалела этого мальчика. Я долгое время помнила об этом произведении. Вспомнила... Долгое время не вспоминала, вспомнила только теперь. Вот опять поганку я увидела. Друзья мои, ну хоть поганки увидеть. Но вот что-то... Я не знаю, такое впечатление, что... В лесу тоже бомбежка была в этом. Все что-то изрыто. Посмотрите. Может, я предвзято отношусь к этому всему. Может быть, и раньше так было просто. Но мне кажется, раньше прям так чудесно было. Все так красиво. Можно было ходить спокойно. От сосны к сосне. А сейчас, посмотрите. Разве можно тут пройти? Или вот здесь? Вот особенно летом тут, когда листва. Ну, да и сейчас не пройдешь. Тут где-нибудь можно запнуться и свалиться. Только вот по утоптанной тропинке. Вот эти махнушки. Че это за растение? Это иван-чай, наверное. Но могу ошибаться. Я еще тот знаток леса. Друзья мои. Вот такая вот красота. А завтра она... Эта красота превратится в ненастье. А так вот. Елочки-сосеночки. Ну вот, видите, тоже мох. Я почему-то считала, что если мох с этой стороны растет, я думала, что это мох. А это, оказывается, какое-то заболевание. Если мох растет с этой стороны, значит, там север. С какой стороны мох, с той север. Скоро будет здесь снег выпадет. И мы будем по снегу гулять. Оденемся тепло. У меня есть валенки, если их моль не подчикала. Кошечку мы так и не встретили. Поэтому я говорю, что она дома. Я людей спрашивала, не видели ли они кошку. Они все время здесь гуляют. И они сказали, что кошку вообще никогда здесь не видели. Поэтому, видимо, вчера кошечка эта решила погулять в лес. Зайти, поиграла здесь, мышек половила. И пошла благополучно, вернулась домой к своим хозяевам. Потому что видно, что кошка домашняя, ручная. Она ластится. Она игривая очень, не пугается людей. Поэтому я, конечно, немножечко тоже подрастроилась. Думаю, вдруг она одна тут ночью. Что-то у меня прям представление, что она одна ночью в клубочек свернулась где-нибудь под деревцем и спит. А здесь же все равно звери какие-то водятся. Я прям запереживала. Мама моя тоже переживала. Говорит, ну как она тут одна. Ну вот видите, как вот домой она не хочет брать. Она чувствует ответственность за животных. Поэтому и чувствует, что уже не сможет справиться с этим. Поэтому тема эта для нас закрыта, чтобы брать животных домой. Мох. Вот участками есть мох, а участками нет моха. А участками вот такая вот трава странная. Такая вот кустистая. Ну и вот эта вот черника или эта брусника. Что-то я прям как-то... Слышите, и нет птичек. Они, наверное, все-таки уже готовятся к похолоданию. Пёрышки свои начищают. Чтобы не простудиться. С завтрашнего дня начнется похолодание. Ну что ж, будем утепляться. Ничего страшного, дорогие друзья. Вот мы и приближаемся к выходу из леса. Солнышко сегодня уже не такое игривое, как вчера. И уже не так греет. Поэтому... Ой, да, жалко, что тепло уходит. Я думала, может, недельку еще побалует нас. Солнышко сегодня. Ребята, посмотрите. Вот это рябина. А на рябине ягод нет. Может, не рябина. А моя рябина. В общем, мои наблюдения в этом году на Урале. Ягод на рябине нет. Ни на одной я не видела. Поэтому... Я не знаю. Приметов, может быть, какая-то существует на эту тему. Я... Насколько мне известно... Друзья мои, прям комары в рот залетают. Насколько мне известно, это то, что... Ну, вот, предмета. Если много ягод на рябине, то это значит, будет зима суровая, холодная. Так как природа специально ягодки эти, ну, как бы, для птичек создает. Чтобы птички зиму могли перезимовать. То есть, прокормиться могли. Вот. А так как я не знаю. Я смотрела прогноз погоды на этот год, на эту зиму. Как бы, синоптики нам говорят, что будет суровая зима, будут холода. Вот. А почему ягод нет на рябине, я никак понять не могу. Ну, в общем-то, хотелось бы, конечно, чтобы зима была зимой. Чтобы не было никаких катаклизмов. Там, тепло аномальное, или еще что-то вроде этого. Вот. Поэтому хочется, чтобы была зима нормальная, адекватная. Все, дорогие мои друзья. На сегодня я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok